Симбирский Кремль Документы, связанные с Симбирским Кремлем, сгорели в начале XVIII века, поэтому документов о Симбирске до наших дней дошло очень мало. Макет смогли воссоздать благодаря исследованиям, краеведов, археологов, типовым проектам и описаниям. Единственное изображение Кремля найдено на лубочном листе. Увидеть его можно на стене рядом с макетом. На нем мы видим Симбирскую стену, Троицкую церковь, уже каменную, из дома воеводы идет дымок. Место основания Кремля – это ориентировочная современная соборная площадь. Судя по макету, Кремль с Симбирска был в виде неправильного четырехугольника с укрепленными стенами и восемью сторожевыми башнями. Современные ориентиры границы Симбирского Кремля – восточная граница проходила вдоль Волжского склона. Южная шла от современного здания филармонии до гостиницы «Советская». Западная – между зданием администрации Ульяновской области и улицей Спасской. Северная – вдоль памятника Гончарову до гимназии номер один. На территории крепости находились административные и военные постройки. Дом воеводы, приказные избы для управления засеченной чертой, дом митрополита Казанского, пороховые и продовольственные погреба, торговые лавки. В центре – церковь во имя Святой Живоначальной Троицы, на месте которой потом возник Троицкий собор.